Здравствуйте! На телеканале Беларусь4 «Школа жизни». На наш взгляд вопрос о том, как родители и их дети должны относиться к срочной службе в армии, глубок и серьезен. Попробуем найти ответ на него в нашей передаче. Не все профессии в нашей жизни можно получить заочно, а профессию мужественного воина, не побывав при этом в армии, так и подавно. Мы живем сегодня в мирной стране, в мирное время. И это благодаря тем ребятам, которые несут воинскую службу очно, а не заочно. Получая известие о том, что предстоит какая-то трудная задача, конечно, наше чисто человеческое первое желание, может быть, у меня получится этого избежать. Но все-таки, как не получится избежать всей последующей жизни, так не стоит пытаться избежать того, что поможет тебе жить более качественно и более успешно. Большинство граждан, которые прошли военную службу, закалили себе должным образом, с честью, достоинством выполнили ее. Первый вопрос, который возникает, когда мы начинаем говорить о воинской службе, почему мы вообще обсуждаем эту проблему? Есть закон Республики Беларусь о воинской обязанности, а закон надо исполнять. Почему вообще вопрос стоит о выборе, служить или не служить? У нас в Конституции определено Республики Беларусь, что защита Республики Беларусь, священный долг и обязанность гражданина Республики Беларусь. То же самое есть закон о воинской обязанности, воинской службе, где определенной позицией определено, как проходить военную службу, где проходить военную службу. Я бы не сказал полемику устраивать, я хочу, я не хочу. Есть закон, есть Конституция. Соответствующий каждый гражданин Республики Беларусь мужского пола обязан пройти эту службу соответствующим образом, с честью и долгом. Мы живем в абсолютно небезопасном мире. И угроза для государства, угроза для определенной местности, она всегда существует. И в общем-то то, что происходит сейчас за пределами нашей страны, мы это видим. И этот долг, он остается священным долгом защитить нашу землю. И, наверное, неуместно сейчас размышлять, идти в армию, не идти. Время, к сожалению, поменяло свои вот эти вот приоритеты. Некоторые традиции, не скажу, что канули в лету, но трансформировались. И появляются совершенно другие уже такие вот взгляды на жизнь, другие традиции. И, к сожалению, той традиции, что мужчина, будущий мужчина, молодой человек, обязательно в жизни должен побывать в армии, ее уже нет. Есть базовые потребности, да, и эти потребности должны быть удовлетворены. Если у нас в Беларуси совсем небольшое количество людей, да, то мы должны думать, кто же из этих людей должен идти в армию. И если мы скажем, ну давайте будем выбирать, что тогда получится? Один скажет, нет, вы знаете, что я не хочу идти в армию, другой скажет, а кто будет тогда нас защищать? Что такое базовые потребности? Базовые потребности, в частности, в защите. Правда? Вот если мы, например, как женщину, да, мы берем на себя какую ответственность? Родить детей для этого общества, правда? Мы же не размышляем, надо нам это или не надо. Это есть наш долг, наша обязанность, да. Вот, будучи в семье, будучи семьянинком и родить детей. Мужчина тоже должен иметь какой-то такой закрепленный долг, в частности, обеспечить защиту в этом обществе. Кто в нашем обществе должен отвечать за готовность молодежи служить в армии? В семье основополагающая причина идет воспитание, привитие ему любви к родине, отношение к своему государству, к своей земле и так далее. Основная позиция – это семья. Отец с матерью должны его подготовить морально, психологически к службе. Страх или тревога перед службой в армии? Почему они вообще возникают и в какой плоскости находятся? В школе говорят учителя как бы мимоходом. То есть они осуществляют патриотическое воспитание, какие-то даты отмечают, день освобождения Гомеля от фашистских захватчиков, день победы и так далее. Но это как бы праздничные такие события, идет подготовка. Но когда заканчиваются праздники, есть обычные будни. И очень часто учителя что говорят? Вот если ты не будешь хорошо учиться, если ты какую-то науку не освоишь, ты не поступишь, куда пойдешь? Пойдешь в армию. И сразу же мы закладываем молодому, еще не оперившемуся птенцу, какую модель поведения. Что если ты пойдешь в армию, то статус твой будет очень низкий. То есть изначально армия – это уже плохо. Причем это делается, знаете, не задумываясь. Правда? Да. Родители, как часто говорят, ты что, хочешь в армию? Или, например, учись хорошо в УЗИ, иначе тебя отчислят, и ты вынужден будешь идти в армию. То есть армия – это как раз то крайнее место, где нежелательно оказаться. Вот и все. То есть молодой человек, он еще ничего про эту армию не знает. Ему еще далеко до этой армии. Но у него уже закладывается модель. И это плохо. Его уже запугали. Его уже запугали. Каждый человек чего-то боится. Понимается, когда есть выбор, и выбор – или провести свою молодость в кругу друзей, шальной юности, или все-таки закалить свой характер, испытать какие-то, ощутить на себе тяготы и лишения, то это можно пережить благодаря нашей армии. Естественно, когда у молодого человека есть такой выбор, этот выбор всегда будет идти не всегда по легкому пути. Любой получает стресс. Конечно, это стресс. Получить повестку, армия, что-то неопределенное, средства массовой информации и такую негативную информацию обычно говорят, и такая негативная. Прибывая в военный комиссариат, когда мы их рассаживаем в актовом зале, оно уже видно, что люди переживают, боятся, какая неопределенность, что с ними будет. Соответствующим образом мы доводим информацию, полностью разъясняем, для чего вы сюда прибыли. Это не означает, что в этот момент, вот сегодня, завтра, через неделю вас заберут, призовут и отправят на укомплектование войск. Нет. В военкоматы тут адекватные люди находятся. Необходимо, для чего вы прибыли, чтобы вы прошли медицинское освидетельствование, врачи-специалисты признали категорию годности вас к прохождению военной службы, и соответствующим образом, кто будет признан к военной службе по состоянию здоровья, соответствующим образом будет предложена та или иная воинская часть. А те, кто имеет право на отсрочку, им же тоже повестки приходятся, надо представить соответствующие документы, справка с учебного заведения установленного образца, если имеют право на отсрочку по семейному положению, надо представить такой-такой-то документ, что у него есть жена и ребенок, например, это как основная категория граждан, до трех лет ему будет предоставлена отсрочка. Вот и все. Ничего там страшного нет. И когда они уже после таких бесед, когда им все разжуют, люди немножко раскрепощаются, это само собой. Ну а единственный фактор, еще надо не забывать, и это 18-летний юноша, да, в одно ухо влетело, другое вылетело. Она еще юность, молодозелена, потом не поняли, пришли домой, начинают названивать родителей приходить. Приходится объяснять это и родителям. То есть тут целая система мер, которая направлена на то, чтобы людям объяснить, рассказать. И ничего, чтобы они не боялись этих мероприятий, прохождения. Но есть же еще не один страх. Не только страх, что меня в армию заберут. Почему в целом? Чего люди опасаются перед службой в армии? Возможно, в первую очередь боятся лишиться комфорта. Плюс есть еще, конечно, беспокойство родителей. Большинство мам и раньше, и сейчас, возможно, еще больше, они чувствуют, что, ой, а что ж с ним маленьким там будет? К сожалению, да, есть часть юношей, которые к 18 годам еще недостаточно зрелы. Боятся того, что время, проведенное в армии, пройдет зря. Многие считают, что год для молодой жизни, проведенной, допустим, не так, как в обычном режиме, то это очень много. Мы провели опрос тех граждан, и каждый раз перед отправкой на областном сборном пункте проводим опрос граждан, которые призваны на срочную военную службу. Да, мотивация к службе есть. Они созрели. Да, им 18, 19, 20 лет. Они идут уже осознанно на эту физиозащиту своей родины. Они определились с этим моментом. Так что же, получается, что меняется ситуация в обществе, и сейчас уже не будет считаться человек, который не служил, более удачливым? Возможно, было временное. Среди ровесников на ближайшие пару месяцев казалось, что ему вот тот, который откосил, ему вроде повезло. А по итогу-то человек выходит, получив такой опыт жизненный, он выходит действительно другим. Он открыл в себе то, чего не открыл бы на гражданке, возможно, никогда. Если человек уже точно узнает, что ему предстоит служба в армии, он как бы, когда уже нет выбора, он на самом деле все-таки себя настраивает на то, что ему это в жизни нужно. Родители и их дети, которые готовятся или не готовятся к службе в армии, вот насколько они владеют информацией о том, как вообще идут дела, каков распорядок дня, что придется выполнять будущим солдатам, что придется есть, как часто они смогут видеться с родственниками. Есть сайт Министерства обороны, где расписано все, что, почем. Есть военкомат, когда он приходит, как я говорил ранее, ему все расскажут, покажут, в какой части он будет служить. Соответствующие представители воинской части будут его отбирать, изучать. Там приезжают с воинской части и психолог, и идеолог, и командир подразделения. Они все ему рассказывают, показывают. Вся информация доводится. Очень важна физическая подготовка. И это нужно начинать как можно раньше. Чем раньше родители озаботятся вот этим физическим совершенством своего ребенка, я думаю, что тем будет лучше и проще молодому человеку в будущем. Это поможет ребенку преодолеть вот этот вот страх оказаться слабым в армии. Я сейчас приведу в пример цитату одного из интернет-форумов о службе в армии. Пишет молодой человек, и, разумеется, анонимно. Мне 22 года. Месяц назад закончил вуз. И этой осенью меня могут забрать в армию. А я боюсь до смерти туда идти, так как знаю, что надо мной там будут жестоко издеваться. Я слабохарактерный, не умею за себя постоять, никогда не дрался. Боюсь, что либо я сам там покончу с собой, либо меня просто забьют до смерти. Я понимаю, что мужчиной меня назвать после всего этого нельзя, но мне все равно на это. Я просто хочу жить, работать, развиваться в плане карьеры и путешествовать. Что делать в том случае, если действительно у человека вот такие мысли? Я согласен, есть такие мысли. Наши юноши проходят медицинское освидетельствование вообще-то врачами-специалистами. И врачи-специалисты, особенно врачи, психиатры, нарколог, он соответствующим образом выявляет эту категорию лиц. И соответствующим образом отстранить их от призыва. Ну как отстранить? Предоставить отсрочку, а может по некоторым показателям его и пора списать в запас. По психиатру у нас списано в запас 12% призывников от общего количества, какого вызывалось. Молодой человек пишет о том, что его ожидания, да, его ожидания самые, ну скажем так, негативные, суицидальные мысли, а это очень тревожный симптом, это не появляется в один момент, в один час, да, то есть этому предшествовал какой-то опыт жизненный. Возможно, его неприятие как личности в группе, где он учился, то есть у него же есть опыт, и на основе этого опыта он говорит о том, что я предполагаю, что там будут такие переживания, что я не выдержу эти переживания. То есть уже есть предрасположенность, скажем так, какая-то есть невротическая составляющая всего этого. Но что нужно делать, чтобы не было таких мыслей? Смотрите, судя по тексту, там собраны очень страшные предположения. И либо этот уровень паники, если он реальный, тогда действительно на медкомиссии это будет выявлено, и там, конечно, надо обратить внимание, либо это попытка избежать нагрузки. Потому что то, что описывает молодой человек в реальности, в таком количестве на него одного не свалится. Ему не придется каждый день участвовать в боях. Не в военное время. Не разу. Но он уже готов к тому, что там какой у него ведь выбор. В реальности это вряд ли состоится. А кто имеет право на отсрочку от исполнения обязательной воинской повинности? И в каких случаях она применяется? Ну, хочу вас поправить. У нас повинности нет. У нас есть воинская обязанность и воинская служба. А срочек у нас великое множество, премножество. У нас, если предмет набрать, закон у нас от 1992 года, да? А поправки у нас с 1995 года. Это уже по сегодняшнее время 18 поправок, изменений и дополнений. И эти все поправки только во благо юноши, призывника. Все во благо. Хочешь учиться? Учись. Первое образование. Хочешь второе? Пожалуйста. Второе, третье, четвертое, пятое. То есть мы уже дошли до того, что, пожалуйста, демократия полнейшая. Отсрочка по семейному положению. Имеешь жену, ребенка в возрасте до трех лет, пожалуйста, отсрочка. Имеешь двух детей, пожалуйста, отсрочка. Имеешь трех детей, пожалуйста, не подлежишь призыве. Отсрочка для продолжения образования. Соответствующим образом. Получаешь первое образование, отсрочка. Люди у нас уже и второе получают. Я уже удивляюсь. Как много у нас грамотных станет. Второе образование надо? Отсрочка. Пожалуйста, учись. Закончил школу, лицей, ПТУ. Не призываю. До первого сентября дают человеку, юноше, поступить. Отсрочка. Пожалуйста. Может, он не поступит, но ему дается право поступить. Мы не имеем права с ними работать. Такая возможность предоставляется. Конечно. Олег Адамович, а кто служит в резерве? Принята служба в резерве. Она заключается в чем? Путем прохождения военных сборов, учебных сборов, занятий. Без отрыва от производства. Путем получения соответствующей военно-учетной специальности. Есть категория граждан, которые туда направляются. Учишься заочно, пожалуйста, на службу резерве. И имеешь ребенка до 3 года, тоже такая категория граждан рассматривается. Гражданин имеет жену и ребенку уже 3 года, отсрочку потерял. Зачем его соответствующим образом направлять на срочную, на полтора года от семьи, когда его можно без отрыва от производства будет работать, пользу государства приносить, пользу родине приносить. В 2016 году был принят закон об альтернативной службе или ранее? Понимаете, закон об альтернативной службе так таковой был принят в 2015 году. А вступил в силу, кажется, с июля 2016 года. Альтернативная служба, направляются граждане, те, которые подлежат призыву на срочную военную службу, службу резерве, но, которые заявили лично, что по каким-то причинам, да, не могут принять воинскую присягу, обслужить военную технику, боевую технику, да, и соответствующим образом выполнять обязанности военной службы. Ну, обычно таких граждан, если в июле 2016 года, это был осенний призыв, первые было семь человек, все начинается с чего? Семь по Гомельской области. По Гомельской области, да. Семь человек изъявили желание. Они попробовали, узнали, что это такое, и по настоящее время каждый призыв, они уменьшались. Семь, шесть, там, четыре. Весной 2018 было два человека, в настоящее время один со всей области изъявил желание. Те граждане, которые направляются на альтернативную службу, они проходят в учреждениях здравоохранения, в центральных районных больницах, санитарами. Ухаживают за тяжело больными. Насколько сегодня действительно армия закаляет молодого человека, а не ломает его психологически? Молодой человек, уже приходя в армию, должен быть в какой-то степени, хоть немножечко, но жизнью закален. Вы знаете, армия не только закаляет, она и проявляет характер. И очень часто люди, которые, допустим, до армии, молодые люди, вели себя не совсем хорошо, они так же себя ведут в армии, и хорошо, если их там ломают и как бы, ну, ставят в какие-то жесткие рамки. Те, кто был добропорядочным, послушным, исполнительным, дисциплинированным, трудолюбивым, то его в армии просто ждет успех. Какие советы мы можем дать родителям, чтобы они научили своих детей не бояться армии? Как детей нужно подготовить? Морально и психологически готовить граждан к прохождению военной службы. Для того, чтобы не бояться армии, надо в нее все-таки... Все-таки в нее надо сходить и посмотреть сама. Да, бывает тяжело физически, если ты до этого не бегал кроссы, не упражнялся на турнике, я не знаю, психологически, если жил без режима дня. Мы никому как-то, ну, не убедим, что что-то там иначе, пока молодой человек сам туда не попадет и во всем не разберется. И не посмотрит. Очень важна психологическая подготовка. То есть мальчику нужно говорить о том, что сын, ты у нас будущий защитник. Да, мы об этом как-то говорим. Но проговаривать о том, что насколько ты готов, да, ну, например, давай вот в тренажерный зал ты будешь побольше ходить, да, или ты будешь больше, например, там, времени проводить, там, в спортзале, да. То есть готовность не просто вот ты будущий воин, да, а давай еще что-то для этого сделаем. Не просто готовить к будущей профессии, а вот еще к этой деятельности, которая, как мы говорили, и есть священная обязанность. И поверьте, чем раньше мы это начнем делать, да, тем проще с этой ролью в будущем ребенку будет свыкнуться. Бояться армии, возможно, как какой-то непосильной нагрузки, считая, что он этого не вынесет. Да, мамы мальчиков, возможно, начинают этого бояться, когда мальчик-то еще мал. Они еще не знают, каким он будет. И хотелось бы, наверное, сделать так, чтобы ему было не очень тяжело, и ничего с ним не случилось. Но помните, пожалуйста, дорогие мамы, когда ему придет время поступать в армию, это будет 18-летний молодой человек. И у него какой выбор? Или уже самостоятельная жизнь, или армейская служба, потом самостоятельная жизнь. Не надо питать иллюзией, что вот та дальнейшая замечательная самостоятельная жизнь будет легкой и комфортной, как детство. Там не будет покоя и возможности снять с себя ответственность. Там как раз-таки выигрывает молодой человек, отслуживший в армии, потому что для него это уже качественно другой человек. Для него все это гораздо легче. Как человеку тренированному поднять тяжесть, и нетренированному. Поэтому к 18-летнему возрасту ваш молодой человек будет уже замечательно развит, и ему в любом случае уже полезно иметь тот набор качеств, вне зависимости от того, пойдет он в армию или нет, который позволит ему быть ответственным, который позволит добиваться целей, который позволит, хорошо, что у нас нет, к счастью, сейчас необходимости защищать всю страну, а семью, поддерживать супругу, пока она хлопочет с детьми, а заниматься построением собственной жизни. Он ведь все равно должен к 18-ти годам этому всему научиться. Но я хочу сказать, что есть же мамы, которые говорят, ему же еще только 18 лет, он ребенок, а куда ему в армию? Вы знаете, этот возраст с 18 до 27 лет призывной, по моему мнению, самый оптимальный возраст. У нас юноши в 18 лет уже, как мы до этого говорили, вполне подготовлены к службе. Только их надо соответствующим образом мотивировать, рассказать, показать, и соответствующим образом с него хороший гражданин, военнослужащий получится. Вообще родители должны по-настоящему гордиться тем, что их сын пошел в армию и действительно защищал родину. Вы знаете, по долгу своей работы мне пришлось посещать разные страны Европы, но то, насколько спокойно у нас в стране можно выйти ночью, не боясь за свою жизнь и здоровье, но это же благодаря нашим, как говорится, служащим сейчас на границе, тем же 18-летним ребятам. К нам не могут пробраться просто нелегалы. Это благодаря тем ребятам, которые патрулируют наши дворы в ППС во внутренних войсках. На самом деле, наши дети, юноши стоят на защите порядка и покоя в нашей стране. Уважаемые родители, что вам хочу сказать, чтобы вы своих юношах, призывниках закаляли дух и тело с пользой для военного дела. Дорогие родители, верьте в своих будущих мужчин, верьте в их способности, верьте в то, что они смогут справиться с трудностями, которые будут на их пути, потому что это очень важное их качество, как будущих мужчин. Птица рождена для того, чтобы летать. Позвольте вашим мальчикам стать мужчинами. Пусть служба в армии вашего сына станет началом успеха по дальнейшей жизни. Конечно, мы, родители, хотим защитить наших детей от всех опасностей мира. Но наша обязанность позволить своим сыновьям сделать ответственный шаг вперед. Научиться справляться с трудностями и принимать взрослые и ответственные решения. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok